Почему они обзывают его соусом? Это просто перевод, видимо у него никнейм какой-то, который гугл-переводчик как-то переводит, ну, как соус-ку Опа, вот он Фогич Фогич слева, Тиаш справа Ух Тяж, конечно, очень уверен в собственных силах Не люблю смотреть эту версию, видимо, про рефорж Яйцо всегда улыбается Яйца всегда короткие, такие Типа невысокий он Король бойцов с зелеными глазами, про Фогича Яйцо всегда имеет длинное лицо Поехали, переключаемся на Back to Warcraft Там картинка подчетче Сейчас будет И болеем, конечно же, за Фогич Поехали, поехали Фоги Тиаш, ну, как бы Тиаш это тоже чемпион мира по определенным версиям Кто-то его назовет, наверное, самым... Хотя, вот он не чисто, не чистый игрок за Альянс, да ведь? Он же может, но не делает В этот раз будет играть за Хуменов Он точно, если не самый сильный, то один из сильнейших игроков за Альянс в Китае А может и в мире, кстати Инфитяж традиционного топ-1, топ-2, да, получается? Кто еще из Хуменов близко? Сок? Слышу Тодда Экспертиза пойдет сейчас от него Маутен Кинг первый, там Варденко Да, классика жанра Мистер Виннер, говорят Хавк Хавк же Хошк Извините точно Сокок, как ни странно, Хавкуля Хорош Хавкуля молодец Ну Варден под Теренас, а МК под Варден Стандартная тема Посмотрим, что по артефактам Посмотрим, что по По предметам По предметам, по предметам Тригерит сейчас Архмага Подходит АОВам АОВ был поставлен дальше обычного, видимо, страховочка На случай ранней разведки Пошел Лайтнинг Щелд Не сразу побежала Арча, но в целом В целом хорошо Так Перекупил, кстати, этого Жреца лесных троллей Здесь ножи, чтобы Ой-ой, опасный момент был Ой, хорошо, что Тиаш Этот момент не попытался никак А, и все-таки он кого-то добил Либо Лайтнинг Щелдом добил нижнего Либо Короче, у Фогича не Не хорошее Не хорошее начало Там большая мана Еще выпала Маутен Кинг Ну Близзарды тоже, конечно, молодцы Они фиксят, например Они говорят Бутылки магии Маны Очень сильны Очень сильны Поэтому мы решили сделать Ну что, она там стоит подешевле Но восстанавливает меньше Это про стандартную бутылку маны Но большую бутылку, они не правят Которая падает С амулетом похожая тема Ну кажется, да, что амулеты Слишком это самый хороший артефакт Давайте, чтобы он не 150 восстанавливал, а 100 А второй амулет, который 250 восстанавливает Они не трогают Системного подхода нет Жреца жал Жреца жал Фогич сейчас, да? Не заметил я этого Тут один есть Очень хорошо сейчас крепится Тиаш Когти плюс 9 Ну это такое себе Но в целом Варя сейчас бежит куда? Она на магах Она триггерит Lightning Shield Она вот туда уже бежит Тиаш Блин, как же он грамотно реагирует Сейчас будет 3 МК И посмотрите туда, да Во-о-о-о Ох, отменяет персоналку Это хорошо Да, хорошо Потому что там можно было ворваться, кинуть молоток Даже, наверное, в Варден кинуть молоток И вытащить артефакт просто из-за этого мага Но Тиаш прекрасно контролирует ситуацию Прям Так, в это время рабочих гонит Варден Но одновременно с этим Тиаш идет атаковать Так Да, но как отбиваться без персоналки? Да Он не может вернуться сейчас быстро Ох, тут есть, конечно, тролль Берсиерк Отменит как минимум один Мунвелл Возвращает АОф И вот тролля вообще не контролит нормально Ну было же очевидно, что его Сейчас его окружить жить могут Он даже не был трэпт Он даже не попытался оттуда выйти Третья Варден Ох, инвулл О, там экономика-то сильнее пострадает Ну вот почему он этого тарелли Берсиерка По крайней мере вглубь базы не завел Или вообще не подходил бы им Сейчас будет очень много смертей Смотрим Ох, минус 3, 4, Раба, 5 Надо телепортироваться прямо сейчас А нет, 6 можно сделать Уже можно телепортироваться Хотя Ай, он не знает, что там персоналки нет Ай-яй-яй-яй Или он откатиться мог Это уже третий мануал Да, телепорт Не, тут унижают вообще Фоги чуть-чуть Что, ботинки? Персоналки Барак окапывается Серьезно, тяж будет делать базу А там Т1? Ой, там Т1 у тяжа Понятно Но мы сможем что-то сделать вообще без... Без... Он строит... Кажется, Фогидж делает две лорницы слева Угу Да Да-да-да Это хорошо Потому что делать здесь, когда еще есть футмены, чтобы не отменили Это, конечно, глупо А тут получается очень хорошо Ну, с козами получается С козами Тем более, вардынка три с половиной, может быть и получится Тяш очень нагло играет Прям стоит, как вкопанный на... На мосту Просто и... Никого не пропускает Добавляют виспов Фогидж Как бы этих футов-то забрать, а? Как бы их забрать? МК просто встречает варю, понимаете? Сейчас, наверное, дрядки пойдут, она персоналку сделает на них В идеале, конечно, надо вот куда-нибудь к виспу телепортироваться Прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас телепортироваться А, он не может это сделать, потому что... Давай-давай-давай-давай, где-где-где-где-где? Ну, покажите, телепортируется, нет? Блин, Фогидж, ты мог, ты мог, ты мог забрать это все У-у-у-у Сопоуза, блин Сопоуза, блин Да, дирижабль пошел, кажется, там... Или даже Шеддер, черт его знает Ну, там обзор появился резко, так что я думаю, что там куплен был Кто-то Да вот, вроде обзор был Да, зеплин Говори уже, было, ну Так Красиво Давай еще разок Фан оф наивз, давай Ну, ес, хорошо Подрезается большое количество Тот сейчас вдохнул Хорошо, еще несколько рабочих Беги, беги, козочка, беги, козочка Красиво, красиво Лети, лети, нет, попал Козочку Козочку недоконтраливает, конечно же Ну, вот Да Но рабочих подрезал, конечно, много Я не знаю, будет ли Фоги сейчас пытаться свою базу догоняющую делать или нет Но в целом Он убил где-то шесть рабочих Он отменил, кажется, одну вышку Но Ну, не знаю, что делать Дефенс есть? Дефенс нет Это можно вообще все забрать Особенно со вторыми ножами Сейчас можно забрать Да, понимает прекрасно Тиашель Отлично зонит Варден Убивает Четвертый уровень Не, бегать за этим Маутен Кингом даже О, это что такое было? Персоналочка пошла Что делать? Что делать? Вышку он не отменил Гвардовские две стоят Да, уже все Надо крепить шахту, видимо, свою И ставить там экспант догоняющий Потому что Так-то Варденкой можно еще Вот только дефенс доделывается Ах Очень неоднозначная игра Очень неоднозначная С лорницей Крипится Да, нормально все будет Может даже ножи потратить сразу Четвертый Маутен Кинг Шреддера покупает Сейчас экономика будет шикарной Утяжем Что там выпало Посмотрим Рунные браслеты Варденки заходят очень хорошо Прекрасный артефакт Сокращает На 33% Входящий магический урон Тут, с другой стороны Субимаска Тоже великолепный артефакт Для Маутен Кинга В частности И Видимо, надо сейчас Пятый уровень Быстро получать И потом переходить В Т3 И с С антимагией Соответственно Продолжать харасить Харасить продолжать Там уже Т3 готов Ооо, сейчас минус нычка будет Какая же чуйка просто Разведка у Тиаши Минус экспанд Ооо Да, да Минус 2 минуты просто Минимум Минимум Все равно потеряно Потеряно много времени Пятый уровень Варден Да, здесь уже попроще будет Ну, конечно, да Что делать Там охотятся на виспов Пока там дриады придут Еще какое-то количество Пострадает Реджув пошел Первые медведи Просто без Без Древа ветров Ты не можешь законтрить Дирижабль Нормально Четыре вышки здесь Три вышки тут Бладмейч вторым героем Там что-то быстрое Это, видимо, Арканица Выстраивается И, если честно, здание Просто в рефоржде Еще не Ну, да Это очевидное Место для экспанд Тоже Слишком растянут Фоги, понимаете Во-первых, он не харасит Он отбивается Его тяж очень хорошо Озадачил И Кассел уже успел В это время сделать Сам харасит Постоянно его возвращает И Фогич очень много Всего приходится прикрывать АМШ Да, харасит Хорошо Да, МК тут уже харасит По-своему Понимаете Блин, я Ну как Ну как Ну кьёпы РСТ Сейчас Бладмейч Еще нычку проверит С леонизом Варя подходит Ножей Да, да Сколько же Мунвеллов он Тиаш убил Шесть, семь И все Телепорт персональный Сразу на экс бежит Ну там уже правда Достроено Можно шахту По крайней мере Отменить Но столько времени Прошло Представляете Эльф сейчас Делает базу Под уже Идущие танки Под уже там Т3 Коней Паладина Полный фарш Это очень поздно Они горе фоги На улице Вытащат Виспы тут уже стоят Блин, они шли На шахты Их прервали Дриада какая-то Нелепая Инвул маленький Три Два Один Отпустила Пытался спасти Да, пять с половиной По опыту Может быть на ульте Просто ситуация Для Фогича Реально очень тяжелая Я переживаю Сейчас еще танки пойдут У него соло-герой При этом При всем Надо от танков Как-то отбиваться Хорошо брейкера Подблочивает Там подлагивает Картинка Но это у бэк-то-ворк Ничего страшного Она обычно Распогоживается Вертолетик чекает Грамотно Третью базу Какую-нибудь халявную Что же делать-то Еще разок забежать Сэмшой хочет Видимо Но ему нужно Шестой уровень Шестой уровень Можно на забеге Почти полностью получить Видите Не хватает Одной пятой части К сожалению Только Нет К счастью К счастью Всего лишь Одной пятой части Не хватает Неправильно сформулировал Получилось Так что Я за Варден Не болею Так Готово К прыжку К прыжку АМШ И там дирижабль Прячется Может быть Даже И третья Третья база Там будет У него Да Красиво Тоже Шестая Варден Шестая Варден Ультимейт Готов Но что нам делать Сейчас танки Уже пошли Нас развлекать Пошел Аватар Как же ты Лагаешь Мало Как уходить Ну а зачем Ты подставляешь С Аватаром Странно получается Очень странно Отдал Аватар Он сейчас будет На КД И это очень хороший Момент Для того Чтобы просто Атаку провести Что это было Не знаю Каменский Он вообще Ни за что Аватар продал Ни за что Просто пока Мы сейчас будем И с этими Двумя медведями И двумя дриадами Штурмовать К нам придут И будут ломать Будут ломать нас И телепорта У нас нет Кстати 50 Не убил Двух рабочих Бил по дирижаблю Да я думаю Что делать Если Если сейчас К нам придут На мейн Просто Убил воркшоп Убил воркшоп Да Лимит 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 У Фогича Есть Вообще Очень хорошо Что В результате Поставленный Экспанд У Фогича Он Не 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 Харасили Нормально Ну то есть Циклоны Хороший Там правда Там правда Брейкеры есть Чего не Прикостуем Циклон Ай 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 Высасывают Манну Бладмейдж Гад У Варденочки Медведей Приличное количество Еще будет Ножи Сейчас развалится Минус все футмены Минус все футмены Брейкер Очень битый Варя Варя Возвращайся Скорее Родная Где мана Маны нет Падает Дрядка Но в целом Мы разменялись В плюс Хороший Мы разменялись Здесь хороший Плюс 58 49 Здравствуйте Там правда Мясо ушло На самом деле Потому что Ушли все футмены Ой Тут медведь Со шреддером Шикарно Отбиваемся Да ладно Да ладно Да ладно Да ладно Хорошо Вот Из-за этой ситуации Можно играть Тем более Сейчас можно продолжать И мы без ульты Отбились еще Мы без ульты Отбились А почему Я не понимаю Почему Тиаши Было на этот момент Так мало Почему 61 Лимита Где было Это все Неужели Из-за харасса Из-за покупки Двух дирижаблей И потери Восстановления рабов Так получилось Плохо У него Да-да-да-да-да-да-да-да Одинаковые лимиты Но в целом Там уже Шесть с половиной Уровень У Варден И За лорницу Надо Вписываться Конечно же Тем более Что тут Лимита Не так Что будем делать АМШ Сразу Контролит правильно Третью базу Где рык На рык Нет Но есть аватар Есть аватар Варя там Раз Свиток Свиток Контрим Третий Клэп Свитком Хорошая Контра Ракеты Против Дрейна Баниш Мана Заканчивается Сейчас будет Заливать В Маутен Кинга Ману Но там Бладмейдж Очень битый Хилвард Пошел Да ладно Да Сразу Фоги Его убивает И Бладмейдж Убивает Хорош Третий Палыч Правда Блин МК Пятый Медведи Все падают 52 40 Ой Фоги Разваливаются У него Правда На руках Косарик Но у того Тоже Косарик Но там Аватар Венжин С ним Ничего Не сделает Есть ли Став Телепорт Прожми Телепорт После этого Прожми Не отдавай Тинкера Не отдавай Тинкера Став Шикарный Там Инвул На МК Может быть Нет Не убьем Его И Минус Хорошо Хорошо Третий Третий Ой Что-то Я Смотреть Но Фоги Молодец Из такой Ситуации Правда 35 лимита На 57 А это Все В паладину Ушло С Маутен Кингом Сейчас Надо Отправляя Аватару Венжинс Точнее Спириту Венжинс На Экспанд По вышкам Пострелять По рабочим Пострелять Давай 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 Минус Минус Лорницы Правда И поэтому У него Лимита Мало И он Не может Отстроить Новых Медведей Как Пережить Этот Момент Да Мишек Очень сильно Не хватает Сейчас Нам могут Просто Экспанд Убить Потому что Пока Мы Лорницы Отстроим Пока Отстроим Новых Медведей У противника Уже 57 Да Черт Вот он Этот Косарик Потратил На Подкреп А мы Не можем Ничего Строить Просто И все Видимо Надо Ну Надо Отдавать Эту базу А тут Заблаговременно Как же он Классно Работает Тут же Заблаговременно Ставит Вышку На том Он знает Что он Убьет Эту базу И знает По каким Причинам Он убьет Эту базу И знает Что будет Делать Фоги И к этому Свой Свой Эксп Ставит Но на самом Деле Варден То есть У Фогича Есть деньги Чтобы Лимит Какой-то Построить И И И Третий уровень Тинкера Вы получите Не хватит Здесь немножечко Да 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 Там Мейн-то Закончился Он сейчас Восстановит Перейдет Мейном Надеюсь У него там Есть Нэч Блэсси Главное Главное Да Главное Тяшу Нужно Отбиться Короче Сейчас Нам Оттять Тяшевской Атаки И Благодаря Ульте Благодаря Новым Трупам Скриппинга Мы это Можем Сделать Варя Работает Молодец Блин Да Да Все так и есть Там правда Ставится еще одна база Но игра Очень близкая Видите Они Во-первых Мейн закончился Это уже показатель того Что Достойны друг другу Во-вторых Делят карту На две части Без Тяжело Тяжело Не хватает Немножко До третьего Тинкера Аовы Пошли Мейн Уже Здесь Не хватает Трупов Ой Он нападает Прям на Мейн Зная Что Ну Мене Он защищен Полный Мунвейл Просто Убивают Нам Полный Мунвейл Аовы Идут Клэп Раз Сразу Молоток Ох И Дрейн Ножи Ракеты И Сразу Лечение Бладмейджа АМШ Ой Очень Ай Бладмейдж Баниша И лечение Сразу Восстанавливает Ему Полностью Здоровье Очень Красиво Клэп Шикарнейший Больно Как У нас Минус 15 Лимита Как Минимум Что Ж Делать Бараки Может Помочь Ну Правда Новые Трупы И Очень Красное Все У Свиток Шикарная Тяжа Ё Моё Как же Получил Третий Уровен Никого Не Убил Ай Ай Ух И лечит И лечит И лечит И лечит Ну хотя бы Коня отдай Жук И лечит И лечит И лечит И лечит Седьмой уровень Можно И став В конце Да ты бесишь Так Ладно Хорошо Можно держаться Можно держаться Потому что Варя с ультимейтом Надо достраивать Видимо Виспов Но инкома Вообще Нет Он только-только Сейчас начнется Где виспы Почему Смейна Не перевел Виспов Зачем Ты достраиваешь Нам Где 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 Виспы Неужели Там на лесу Никого нет Никого нет Тяжело А Нет Клэпы Сдохли Да Попа Да И сейчас он пропускает к себе Человека Понятно Да у него еще персоналки нет Он убегает сейчас от вражеской армии Видит, что противник идет в правый верхний угол Сам выбирает убирать Убивать ему рабочих на экспанде Может быть и правильно, конечно А МШ убивает Одного, второго, третьего Персоналки нет Надо бежать просто назад Надо просто бежать назад Быстро бежать назад 59 лимит на 36 по-прежнему Да ему нужно отбиваться У тебя же изумительная Эту игру отыграл, конечно А тут заливка пятого АМК Который наполовину уже шестой Я не знаю, уже так волнуюсь Став Медведя, нет, не будем делать А он делает Хорошие ракеты Минус Медведь первый 35 лимита достраивается Новый Медведь Но проблема в том, что 2 в 1 играем Там, конечно, может быть Каким-то макаром закончится экспант Я не помню, сколько там золота оставалось Особенно после Хараса Варя с бутылкой маны С Аймшой И ульта вроде работает В целом, если будет подходить Аша отдаваться То все ок То есть главное, чтобы не ставил базу В правом верхнем углу То есть если он приходит Мы на 50 лимита держимся Ну он же будет, он же будет ставить вышки Он же там будет себе это место отзонивать Провоцировать себя выходить со своей базой Ты не сможешь выйти, чтобы похарасить его Просто потому, что он тут уже рядышком Опять под боком у тебя 3 500, говорят, на экспе 3 500 это мало Меньше 6 минут Ай, хороший очень Там фоги убивают рабочих Но он теряет лорницу пока Да, у нее есть персоналка на этот раз Варя седьмая Но отведи ты Аватар-то, пожалуйста Отведи Аватар Ой, опасный момент Варка здесь Тут магазины Три Мунвелла Очень-очень ценная тема Надо вписываться за эту штуку Но не знаю с чем 40 лимит на 36 Без ульты Ракеты Ах Каким макаром вообще здесь сражаться? Клэп, нано Уже маны нет на ракеты Прекрасный сифон АМШ поздновато Пытается тыкнуть Ну, сейчас надо стафать Стафать, стафать Стафать не может Стафать Падает медведь Падает еще один Но по лимиту мы сильно проигрываем Ножами пытаемся как-то Да, ГГ Фоги проигрывает Пока 0-1 Биткэт пишет Изи Какой изи Какой изи Красава Хум Дави дальше Говорит Баттлберг Что мы будем делать С такими товарищами? Надо на месяц банить Ману с большей банки тоже меньше С 300 до 250 В том же патче, что и маленькой бытулки Хорошо, понял Хорошо, понял Тейдж играл Тейдж играет Тейдж играет Стоит Потому что Когда он играл С лор-Лайт Он пытался Экспенд И это просто Не работает Стоит Отменил экспанд И вот Сильно растянул линию фронта Получается Фогича То есть ему надо было вписываться И за эксп И за лорницей И мейн еще охранять Периодически И это все привело К тому, что Были потери В результате Терял он Мунвеллы Терял он Лорницы Потерял в результате Тоже экспанд После Как следствие Потери лорницы То есть Тяжело Что это пик был? Это нейтральная карта была Вот следующая карта Будет Фогичевская Короче там все Друг за дружкой цеплялось Из-за того, что Его характер Он построил Лорницы не там Из-за того, что Он построил Лорницы не там Их пришлось защищать Из-за того, что Он их не защитил Нормально Пришлось отдать экспанд И вот так Поэтапно 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 Мы пришли К довольно серьезному Преимуществу Тяжело в конце Хотя был момент Когда лимиты сравнялись Но опять же Из-за того, что Лорницы были убиты Не смог Фоги Потратить свои Полторы тысячи Голды И отстроить Хотя бы Какой-то лимит И отдал экспанд Все То есть Тут Все на закономерностях Все Причина Причина Следственной связи На лицо И Ну никакого Рандома Ладно, конечно Большая бутылка Но Это настолько сильно Не повлияло Что он кажется Первичных раз Даже без страты Бутылки Произвел Весьма Тренера на стрим Позвать нельзя Да можно, конечно Но Я не хочу, если честно Отвлекаться Созваниваться Хотя, безусловно Пух мог бы подкинуть Какой-то инсайт Они наверняка Неоднократно обсуждали И проговаривали И тренили Но в этой игре Не было никаких Стратегических Там Каких-то прям У нас стандартная игра Просто Просто очень равная И Всегда немного В пользу Тиаши Но тем не менее Игра близкая Происловно И Х Турелли говорит, сейчас будет козел на зале 1-1 скринть Потеря аватара, пресс лорницы Ну, кстати, да, с аватаром был момент, когда он Чуть не в первый раз его использовал на вражеском экспанде Отдал Не нанеся серьезного урона Ну, все равно Фоги, собственно, он сильнейший, не кореец По версии текущего голда Понятно, что некоторые отказались от участия, учитывая онлайн Понятное дело, что играть онлайн против корейцев и китайцев особенно непросто Но тем больше уважения вызывает Фогич Кажется, пошла уже игра Вжухаем Поехали Амазония Тяж ведет 1-0 Если вдруг Фоги проиграет, это не конец его участия на турнире Потому что, в конце концов, он играет в верхней части сетки Он выиграл в ФСЗ и выйти еще из группы может на втором месте Пока непонятно, на кого он попадает Там вроде в ФСЗ Ну, точно в ФСЗ Или Colorful Если Colorful в этой группе Ну, кажется, в этой группе Colorful Следующий матч просто определит противника Либо Тиаша, либо Фогич А, Чаймика, Чаймика Не Colorful, Чаймика И пошел козел Пошел козел Ну, говорили, что будет козел и 1-1 Турелли писал Но он пока на 50% уже выполнил свой прогноз Козел поезд Что такое, Бесса? Не играет с тобой Давай, принеси крышку, я тебе кину Бесса, принеси Принеси, давай, скорее, скорее, принеси Крышку принеси Кинуть себе Короче, ждет, что я ему самому что-то кинул У меня нет крышки, ладно, тебе Принеси Все, порадовал кота Плюс карму Все, все, счастливо Я больше скажу, будет козел, нага и алхимик Найс Против козла, но... Ну и чего сделать? Сейчас посмотрим, что сможет козел подрезать У него есть и энты, и прикопка Да ладно, он добил! Он добил! Он добил! Голема здорового О-о-о-о! 1-1, говорит сразу тот Почти третий уровень уже Столько здесь будет, конечно Что? Козлом! Козлом добил! Биггист райклик. Да, да, да. И все, пошел грейд на Т2. Никакого экспанда. Козел здоровее, чем Архмагд. Причем сильно здоровее, почти плюс уровень. Надо, правда, сейчас не ослаблять нажима. Пытаться добить третий при помощи прикопок. Да, да, там 23-27 урона. На втором больше, конечно, плюс тройка, плюс четверка, наверное. Ну, плюс тройка, там 3 с небольшим прибавляется, НТ. Там 30 урона, как у Архмага, в общем, у него урона. Ну, сейчас просто взял и отдал зеленую точку. Почти третий уровень уже у Аэма. Что делать будет? Третий уровень готов. Набили рабочие сейчас. Очень много времени сейчас Фогги просто потерял. Я не знаю, он побежал в магазин, купил там себе этот... Персональный телепорт, который тут же использует... Кипер уже третий... Прикапывает элементали. Блин, какой же он... Очень четко, конечно, контроливает тяж. А, и сеточка, ну... Кстати, на мастерской рабочие не... А, на обсерватории, может, они кого-то оставили. Хотя нет, они полностью вроде добили людей. Но ферму не поставили. А это стоило сейчас же Арчи одной. Может, наверное... Хотя, может, и Дарк, мага попробовать забрать. Давай, давай. Не выскочит? Не выскочит. Отлично. Минус телепорт. Хорош, поддерживаем, ребята. Минус ТП. Так. Так. Сейчас будет на Нага по предикшену наших пацанов. Персоналка, наверное, вынужденная против следующей прикопки окружения. И Нага есть уже. Магазин не по таймингу. Неужели Фогги нашел стафф покупать на Т2, как я топил просто? Да ладно! Да ладно! Ребята, мы достучались! Чувствую, без пуха здесь не обошлось. И он сейчас забирает магазин, попробует забрать магазин. Вражеский, и это очень хорошо. Не, ну вы помните этот стафф, который... Магазин делался под Т3, даже под Т3 сделался, а магазина бывает, иногда нет. И тут как бы стафф на Т2, прям MVP, чтобы Арчей спасать. Арча за 130, стафф за 150. Спас Арчу. Уже как бы почти окупил, а с учетом опыта врагу точно окупил. Приходит. МКА выходит. Куда ты лезешь? Став, став, став! Да, тут очень близко ополченцы находятся. Ну, крипит очень хорошо у Фогги. То есть он немножко поджал, Хантерс Холл поздновато, но, видимо, там сначала Т3 он тыкнул, а потом Хантерс Холл, что, конечно, очень странно. Так, прикопка. Минус футмен, минус Арча, к сожалению. Там очень много красных футменов. О, он фокусит просто МКУ, прикапывает МКУ, фокусит МКУ. Хороший стафф на Спас Арчу. Минус еще одна Арча. Блин, еще минус Арча, но это сетка. Плохая позиция для сражения, очень плохая позиция для того, чтобы посражаться. Он Маунтан Кинга не убил, во-первых. Во-вторых, блин. Да, да. Пытается... Плохо. Возможно. Ох, Касл тоже пошел. Да, да, Т3 с одной базой. Закупил второй стафф, второй стафф купил. Что будем делать сейчас? Арчей достраивает. Ну, по-прежнему у Фогич ситуация, наверное, получше. Ой, боится Тиаш, что его сейчас скрипджекнут, потому что Вис передал информацию, где и там армии было немного. И идет, идет Фогич, кажется, кого-то перехватит. Ну, покажите нам перехват-то юнита. Сразу в Маунтан Кинга тыкает. Минус фут, стафф где? Ну, стафф... Ну, у тебя два стаффа, ты ставь-то, ёппер СТ. Минус МК, ну. Ну, еще одну арчу слева, подставь. Да ты издеваешься. Минус две арчи на два стаффа. Не надо просто брать стаффы. Они же нужны, чтобы их использовать. И алхимик третьим героем. Да, это заготовочки. Пацаны в чате были. Ну, там такие... И лаги просто, лаги. Минус две арчи, минус две арчи, у тебя два стаффа. Вау, пора на китайцы переключаться, я думаю, да? Давайте попробуем. Давайте попробуем. Ой... Может, у Фоб пинг просто... Да какое? Там марча умирала очень долго. И одна, и вторая причем. Там времени было вагон на стаффе. Блин, такая игра неплохая. Все еще неплохо все у Фоги. И по уровню героя... По уровню героя вообще шикарно. Первый почти не остает, второй перегоняет. И есть еще алхимик, третий герой, который начинает тоже... Полтора уровня у него. Базу построил в Фоге. То есть надо защититься, да? Сейчас 36 лимит на 47. А где у нас лимит? Ага. Паладин. Четыре арчи, три героя. Идет медведь первый. Эффективнее крепится тяж. Скорее всего, проблема в том, что мы отдались на троллях. Две-три арчи отдали. Потом отдали еще две арчи внизу. Смысль как раз в том, чтобы, ну, дойти до Т3, не отдавая арчи, они у тебя самый главный дэмэдж дилер. А он вынужден их достраивать при этом. И это все с одной базы мы делаем. Ай-яй-яй. Алхимик второй, Кипер сейчас четвертый будет. Нага третий. Герои хорошего уровня. Почему не передал колечко Армора? Почему не прогрыз деревом? Может, он специально спрятал? Не готов на типа занычку сейчас сражаться. Алхимику передал кольцо, вижу, молодец. Дерево ждет. Ай-яй-яй, что выходит из лимитов. Третий левел Нага. Там герои же тоже подтянулись. Серьезно, ты собираешься сражаться, и при этом у тебя нычка не идет ставиться? Что же происходит? Иннерфайр уже появляется у тебя. Да, пошла нычка наконец. Не, фоги втыкают у него. Вроде как не молотком добили. И есть экспанд. 46-56, минус 10 лимита у нас. И там Иннерфайр еще. У меня есть даже цитата Майкера около 12-го года. Строит турель, разрушая камни. Готов плацдаром погладь кота. Погладь кота. Работай гладь. У нас есть плакатик такой. Я висит в комнате. В ГГ-шопе есть. И коврики, кажется, тоже работа и гладь. Нычка очень хорошо. Не, нычка пока еще ничего не дала. И тут важно, что противника больше. И как мы от этого отбиваться-то будем... Став опять слопочный. Не знаю, что. Виспы нужны, чтобы Иннерфайр снимать. 48 лимит на 60. Диспл есть. Иннерфайр сняли частично. Ополченцы прибежали. Еще один очень хороший диспл. Очень хороший диспл. Минус. Ой, тяж ошибается. Отдает большую часть рабочих. 46 на 57. Блин, как же здесь быть-то? Как же здесь выстоит-то? Я не знаю. Там вторая аура. Диспл есть. Надо виспов опять, правильно. Минус Иннерфайр. А седочка пошла. Козла бьют. А козла может телепорт? Почему телепорт? Это телепорт? Еще один? Что это такое? Фокус по МК. Да, под паладин. Давай МК фокусить. Таунт не прожал. Минус еще одна Арча. 42-58. Ты аж сам ставит базу, но тут можно подрезать несколько нитов, учитывая, что все без маны. МК без маны, только Палыч с маной добивается его футменом. ТП ради виспов. Минус 700 голды. Лагает опять эта китайская хрень. Я иду к Back to Warcraft. Пытается опять МК. Подрезать, но козел страдает. Палыч второй. Таунт, таунт, таунт. Нага страдает. Ну, став там есть он по нагу. Ну, тут либо... Ну, да, химик падает. Паладин падает. Не, ну, Фогич. Став и микроконтроль. Принятие решений покрепится рядом с троллями сетками. Ну, это... Сейчас расплачиваемся. Сидим. Очень странно. Начало реально отличное было. Просто с добиванием, с отменами экспанда, с... Соби-маску Маутан Кинга. Сейчас мы как поймаем его на криппинге тут. Разве молоток в жбан тебе надо? Ну, у тебя же ставки... А, не было става. Угу, до свидания. Пишем, ГГ, выходим. Так, ну, да, давайте вспомним никнейм товарища, который сказал, что будет 1-1. Как его звали? Воаа! Воаа! The 3X with a crazy strong performance again.